Ну, как бы ехать дальше, значит, потому что там тысячи людей, всех не разместишь даже. И вы знаете, значит, семья большая, конечно, значит, все утром рано, все разъезжаются на работу, на учебу. Знаете ли, значит, полный дом и остается пустой. И знаете ли, там всякая техника, в каждой комнате огромные плазмы висят, значит, там, значит, это не бедный дом. И в гараже новые автомобили, для именно, ну, чтобы в церковь, в воскресенье или на праздник куда-то открыть. Рабочие машины, они разъезжаются, такие хорошие, остаются в гараже, совершенно открыто все. Значит, люди приезжают, неизвестные люди заходят в дом, значит, кушают, значит, там, значит, стираются, там все подсказано, где, как, абсолютно. И, значит, были случаи, конечно, я спросил, а были ли случаи, ну, как бы, ну, нехорошие? Да, были у них даже на улице были случаи, когда, значит, люди не из их дома, а там, в другой соседний дом, вытащили там технику, телевизор, значит, что-то еще там, как бы, прихватили. Вот, значит, были, и после этого они, как бы, немного тоже, ну, испугались, как бы, совещались с семейным кругом, продолжить ли им это служение, потому что они возвращались лишь поздно вечером, значит, весь день дом открыт для всех абсолютно. А там тысячи машин, и неизвестно, кто заедет к ним вообще. Но, посовещавшись, они приняли решение, что все равно будем служить, и даже если придется пострадать, имущество, значит, будет разворовано, это как ради Христа, просто принимаем решение послужить людям. Каждый день был холодильник, холодильник один и второй забитый продуктами, всевозможным мороженым продуктами забивалось. Были люди чистоплотные, которые после себя оставляли все чисто, но были люди, которые оставляли грязь после себя, значит, были люди, которые оставляли там даже кэш какой-то там наличную, деньги, значит, были те, которые ничего не оставляли. То есть всякие были ситуации Но для меня это было открытие новое Для меня Америки абсолютно, которую я не знал Я не мог себе представить, допустим Чтобы пригороды, допустим, этого не далеко от Атланты В принципе, это огромный город миллионный Я не мог представить себе, что пригороды Где-то большого города, там, Харькова Или Киева, допустим, вот в подобном, допустим Месте, где множество домов Таких, люди все разъезжаются, и чтобы Свои дома оставляли открытыми С объявлениями, еще, пожалуйста, дом Свободен, можете зайти, значит, и в течение Дня можете отдохнуть, поспать, значит, поесть, значит Так все Для меня сама культура Америки Она открылась по-другому совсем Дух Америки это дух жертвы Это дух именно свободы И нам это трудно понять Очень невозможно понять Потому что мы выросли совсем в другом обществе В другом измерении Где говорилось, конечно же, хорошее Многое при коммунистах, допустим В частности, но реально Условия были совершенно иными Совершенно другими Я помню, как паспорт Андрея рассказывал Когда он только приметил еще впервые в Советский Союз Учиться студентам Он был в шоке Он увидел возле аэропорта, значит, машины Припарковывались И люди их закрывали на замок Как так? И им в Африке говорили Что Советский Союз Там все общее Там коммунизм Там не закрывают ничего Как бы? И вы закрываете машины свои То есть они имели такие Другие представления совершенно О том, что происходит здесь Но в Америке я это видел До недавнего времени Когда не приехали русские туда То в большинстве районов Вообще не закрывали люди двери И не знали, что это такое Фактически Кроме такого чисто символического щелчка Такого, как бы Который открывается От ветра просто Закрывается, будем так говорить Не от человека Вот И Понимаете ли Я сейчас не говорю, что там все идеально Разные Я видел в эти годы Разных людей Абсолютные Разные ситуации Разные районы Разные кварталы Посетил И самые такие наркоманские И Всякое было Но С другой стороны Где стреляют Но С другой стороны Я увидел Америку Другую душу Америки Говорят Нью-Йорк не Америка Нью-Йорк это Как бы Другое измерение совершенно Но С другой стороны И Нью-Йорк После трагедии 11 сентября Это было очень очевидно Знаете ли Трагедия Она показывает Нутро человека Когда Человек Безстрессово живет Да То Все можем быть добрыми Да Но когда ситуация Такая тяжелая Когда трагедия Вот то, что внутри сидит Да Оно все всплывает И всплывает не только сливки Да В нашей жизни Порой такое всплывает Что ой-ой-ой Так вот И К примеру Когда В Шереметьево Там По Москве Был Не так давно Ледяной дождь Снегида Значит Когда Все обледенение Значит Люди были в шоке Таксисты Повышали в десятки раз Значит Тарифы Чтобы довести Пострадавших людей Из немагающих Значит Голодных Значит Там все Последние люди отдавали Снимали себе все Лишь бы доехать до города Чтобы спасли свою жизнь Люди боялись Люди были в ужасе И Значит Понимаете ли Для меня это Я знаю другую сторону Когда 11 сентября Эта трагедия произошла То Значит Таксисты Это Нью-Йоркская такси Это отдельный разговор Это Ну кто бывал в Нью-Йорке Те знают Как бы С ними связаться не очень хочется С таксистами И в Нью-Йорке тоже Значит Острый на язык порой Значит И как бы Моего английского плохого Понятно было Чтобы лучше С ним не связываться Порой Но С другой стороны Когда трагедия разыгралась Нью-Йоркская такси Это огромнейший парк автомобилей Это Это Огромный бизнес Работали люди Без всякой команды сверху Совершенно бесплатно Ни у кого Язык не повернулся Попросить деньги Разбозя людей Не только на пригороды А далеко за пределами Нью-Йорка Лишь Было Зафиксировано Пару случаев Или три Я сейчас не помню Уже могу Ну буквально На пальцах В случае Когда таксисты Просили им на плату Ну По тарифу Как бы значит Плату Все остальные таксисты Они брали это на себя На свой счет Значит Сами за свои За свои деньги Просто развозя людей Когда руководство Компании этих Это огромная компания Которая имеет Огромнейший бизнес В Нью-Йорке Такси Узнали О том Что их рабочие И вот эти водители Сами развозят свои деньги Потом порой В другие штаты даже Были случаи Сфиксировано Когда таксистов Везли за свои Промные деньги Из Нью-Йорка Чуть не до Детройда Вообще Просто везли А люди были в шоке Просто в панике были В истерике были просто Их развозили Когда узнали об этом То вот эти Руководители Этого бизнеса Приняли решение Все расходы Взять за свой счет Полностью оплатить Всем таксистам Это все Значит Ни один из таксистов Не заплатил А тех Что взяли деньги С людей Их уволили С позором И для меня Был еще больше позор Что вот Двое из них По крайней мере С этих уволенных Оказались русскими Таксистами Вот Которые просто взяли деньги Не повышая Тарифов Просто по тарифу Который был Определен фирмой Для американца Это позор Потребовать деньги За Оказыванную помощь Человеку И там Там не все были христиане Там были невеже Но сам дух Америки Это другой Совершен дух Это не понять Нам порой Что человек Он может допустим Взять последний И отдать Для американца Это нормально Для американца Это Это Американцы Много жертвуют Им много дано Им много дается Еще больше дается Но ни один народ В мире Столько на Евангелие Не пожертвовал никогда Ни один народ Ну кроме сейчас Может быть Южнокорейского народа Еще Да Которые очень много Тоже жертвуют На дело Евангелия По всему миру Фактически Слава Богу И я прошу Христиан В нашей церкви В других церкви Молиться сегодня За Америку Америка много сеяла Евангелия По всему миру Сегодня она нуждается В нашей помощи Сегодня Перефразирую слова Одного из известных Политических лидеров Президентов Америки Скажу так Не говори Что Америка Может сделать для тебя А скажи Что ты можешь сделать Для Америки Сегодня И что мы можем Сделать сегодня Деньгами эти проблемы Не решишь Чем мы еще можем Приведать Что мы можем сделать Молиться Как христиане Мы можем молиться За наши братья В первую очередь За христиан Америки Сегодня молиться Чтобы они не отчаивались Чтобы они не расстраивались Чтобы даже То что сейчас Рушится устое Казалось бы Чтобы их основание Было непоколебимым Даже если Рушится фундамент Для сегодня христианства Значит Чтобы они Стояли твердо Верующие христиане И тогда Люди не верующие Допустим Они увидят Разницу между Служащими И не служащими Богу Между верующими И не верующими Слава Иисусу Кстати Вот тоже Там Был еще Один случай С ураганом Тоже На юге И мне Торо во Флориде Уже рассказывали В Джексонвилле Там было огромное Собрание Пастыри Этого города Джексонвилл Это Самый большой По площади Город в США Вообще Джексонвилл Штат Флорида Позанимаемый Площадь именно Самим городом И На молитвенном завтраке Но я не попал На сам завтрак Я общался С пастырями Славянскими Которые были там Одним словом На этом завтраке На молитвенном завтраке Было свыше Трех тысяч пастырей Этого города Это были первые Пастыри этого города Ни вторые Ни помощники А потом еще Молитвенные завтраки С помощниками Обычно до пяти тысяч человек Это с одного города Только лишь Это не с других городов Это не с пригородов Это с самого города Джексонвилл И они молились И мэр этого города Сказал тогда Вот пастырям Разные конфессии Которые были там Я как политик Я пришел Я слежу за городом Но на самом деле За городом следите вы Потому что вы Соль этой земли Этого города Она ваша ответственность За этот город Меня избрали Другого изберут Третьего Ну а вы здесь Трудитесь Вы оставляете эту землю Знаете ли Это очень мощно И сегодня Билли Грэм Это великий муж Божий Что бы они ни говорили Разные критики Злые языки Находятся И среди христиан Бог конечно Все знает лишь Я не знаю всего Но я уважаю этого человека Как трудящегося На Ниве Божьей Как потрудившегося Очень хорошо На Ниве Божьей Даже если у него Там есть и проблемы Может доктринальные Какие-то возникли По старости Я не знаю Другие говорят Седина в бороду Без в ребро Я не хочу судить Этого человека Это муж Божий Который много что сделал Вообще И скажу Не превознося его А превознося Иисуса Христа Который был великим В его служении И является сейчас Великим В его служении И присоединяюсь К его этому посланию Я хочу призвать Вас Дорогие друзья Тоже к этому посту И молитве Значит Кто имеет возможности Я еще буду об этом говорить Даст Бог В следующие выходные Суббота Воскресенье Я хочу об этом говорить У нас Здесь в Киеве И призывать К этому И буду больше Об этом рассказывать Потому что нужна информация К сожалению Очень мало информации У нас христиан А если есть Как правило У наших русскоязычных христиан Она Исковергана информацией Как правило Перевернута информация Бог да благословит нас Сегодня С 26 сентября Я ожидаю Что многие из нас Присоединятся К этому посту К этой молитве Даже если Ты ограничишь себя Частично В питании Это будет хорошо Но самое основное Молись Молись Благословляй Примиряйся Многие Там Рик Джойнер Другие там Отцы Американские Говорили Что Должники Простите им В эти дни Сейчас И уже Еще не наступил Время поста Уже начались Просто массовые Вот эти вот Прощения Массовые Вот эти вот Просто Примирения Значит Если ты с кем-то Не разговаривал Давно уже И по разным причинам Просто найди силу Просто попроси прощения Примирись Потому что Бог Не проходит Мимо этих жертв Бог видит Когда Между родителями Детьми Женой И мужем Восстанавливаются отношения Бог очень сильно Благословляет нас И слышит нас Очень сильно И наоборот Если у нас Непорядок То Бог не слышит Нашу молитву Закрывает Ухо свое От нас Пусть Бог Благословит Во имя Иисуса Христа Господь Я прошу Тебя За всех собравшихся За участников собора За тех Кто не смог Быть до конца С нами И вынужден был Раньше уехать Боже За тех Кто смотрит Это видео Господь Прошу Тебя Милостивый Благословик И полюбивый Бог Благослови нас Господь Боже всемогущий И я прошу Тебя Господь За христиан Господь Америки Божьим Дай им Господь Сегодня мужество Молиться Господь За свою страну Господь И нам Господь Дай молиться За Америку Благословляться Во имя Иисуса Христа Молиться За Израиль Сегодня В эти тревожные дни Господь Когда ополчаются Враги Против народа Твоего Боже Самогущий Господь Ты совершаешь Чудеса Через молитву Святых Господь И много Мы знаем Может усиленно Молитва Праведного Господь И Боже Пусть 26 сентября До 6 ноября До выборов В США Пусть Многие христиане Не только Тех Кто сегодня Может слышать Но и Других конфессий Присоединяться К этим молитвам К этому призыву Биливера и других братьев Господь К посту и молитвам Боже Самогущий Ты мог Саранчу Извести Ты мог Последствия Страшной войны Гражданской Просто Сгладить Очень быстро Последствия Эти страшно Ужасные Ты мог Сделать Формирование Нации В течение Поста и молитвы Бог Формирование Нового мышления Нового народа Пред Богом Бог Ты совершаешь Такие чудеса Боже Ты мог Маленький Крохотный Народ чешский Спасти От огромнейшей Армии Боже Если что Невозможно Для Тебя Господь Мой Боже Для Тебя Все возможно Ты подлинно Всемогущий Бог Ты что хочешь Ты и делаешь Господь Но мы просим Тебя быть милостив Сегодня Боже К нам Во имя Иисуса И это время О котором мы просим Тебя Времени мира Господь Продление Времени мира Благодати Боже Это не для наших Интересов Господь Плотских Это Господь Не для наших Штурных Интересов Конфессиональных Или каких-то еще Национальных Нет Это для Твоих Интересов Боже Пусть И воля Твоя Исполняется Сказано в слове Что Ты хочешь Чтоб все Спаслись И достигли Познания Истины Господь Пусть достигнут Познания Истины Многие христиане Господь Боже Пусть придут Пусть придут К спасению Боже Многие души Пусть имя Иисуса Христа Оно прославится На этой земле Еще и еще раз Пусть прозвучит Евангелие Твое Господь Боже А в тех странах Где сейчас Развернулись Небывалые По силе Гонения Господь В эти последние Два Три Четыре Года Бог смогущий Благослови Нашим братьям Господь Выдержать Эти серьезнейшие Испытания Там в Нигерии Там в других странах Где сжигают Христиан Чуть не ежедневно Живьем сжигают Сжигают церкви Дома христианские Убивают пастолей Стреляют верующих Бог смогущий Дай Господь Нашим братьям Подолом пистолета Господь Не отректись От Тебя Господь Дай нашим братьям Даже из зажива Сожженным Сейчас Господь Боже Мужество Господь Сжигаем Дай мужество Господь Как Яну Гусу Боже Взирать на Тебя И прощать Своих убийц Во имя Иисуса Христа Бог всемогущий Благослови Господь Но я прошу Тебя Господь Этого Богатыря Америки Этого мирового Полицейского Расслабленного Грехами Сейчас Господь Подними Боже Во имя Иисуса Христа Господь Боже Боже Пусть среди нас Будет множество Тех христиан Которые будут держать В руке Америки Господь В этой молитве Во имя Иисуса Христа Бог всемогущий Благослови Господь Своим шаломом Своим миром Боже всемогущий Благослови Господь Слава Тебя Царь Вселенный Боже наш И благослови Нас Участникам Этого собора Господь Боже Мы подлинно Живем в историческое время Когда очень многое решается Бог всемогущий И Ты позволил нам Быть в гуще событий Таких Потрясающих событий Господь Слава Тебе За все И хвала Боже всемогущий Благослови Господь на труд Боже И тех кто разъехался И тех кто разъезжается Боже Благослови На труд Евангелия Благовествования Благовествовать Об Иисусе Христе О Спасителе Бог благослови Нас Во имя Иисуса Христа Боже Я прошу Тебя Дай мужество Дастилу Господь Братьям Сестрам Господь Во имя Иисуса Христа О Вы Напоминающие о Господе Не умолкайте Слава Тебе Царь Вселенный Благодатство Это будет с нами Бог благослови Киев Господь Бог благослови Украину Бог Пусть здесь На берегах Днепра Господь Проставляется имя Иисуса Христа Пусть люди Господь Говорят На улицах И площадях Этого города Слава Иисусу Христу Господь Самогущий Слава Иисусу Христу Пусть произносится Господь Боже Устами И сердцем Господь Слава Тебе Боже наш Во имя Иисуса Боже Самогущий Я прошу Тебя Усмотри наши встречи Чаще Господь Усмотри Господь Наши молитвы Общие И здесь В Киеве И Господь Где-то еще покажешь Дальше Во имя Иисуса Христа Боже Самогущий Пусть мы Сегодня выслушали И вчера выслушивали Господь Свидетельство Молитвы Мы слышали Господь Возносимое к Тебе И мы слышали о том Что Ты совершаешь Там, там, там Господь В жизни наших братьев В наших судьбах Много хорошего Молитвы 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 Боже Ты знаешь все Ты знаешь то Что не было сказано Ты знаешь то Что Господь Боже И было сказано Может не так Что сказано Господь Ты знаешь все Я прошу Тебя Пусть когда Каждый из нас Явится при лице Твое Боже Услышит Хорошие слова Ободрения Хорошие слова Придите благословенный Отца моего Наследуйте царству Готованный вам От создания мира Бог всемогущий Благослови На своем Иисусе Христа Боже Благослови Благослови Господь Благослови Их хозяин Их хозяин И наградника Господин Итожат Вы Вышли Делать Итожат Итожат Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь Я благословляю вас Дорогие друзья Стихами Благословения С Библией Стихами Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призывает на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своим на Тебя и даст Тебе мир. Бешем Иешуа, я Машиав, Иешуа, Машихейну, во имя Иисуса Христа, Мессии. Аминь. Бог благословит Тебя.